итак привет это видео о том какие именно операции используются в самом последнем методе метод довольно интуитивный степени этого очень высокая и выяснилось что длина как бы базовых операций это от двух до шести ходов всего лишь часть сборки также составляют всевозможные установочные ходы то есть довольно произвольные там повернуть тут подвинута туда сюда и так далее и так наверное все это можно будет рассмотреть в пределах одной сборки вначале ничего такого особенного не требуется выбирается пара уголков ставится допустим здесь далее для их разворота используется три разных случая вот допустим пара мизон антимизон типа этот случай решается всего за два хода 1 2 правильно развернуты может решаться за три хода если пара 2 мизона или 2 антимизона типа вот так ставится здесь раз два три теперь они вот так смотрят можно с этой позиции решать опять правильно развернуты самый долгий случай это когда у нас один угол неправильно развернут пять ходов что касается обмена вот этих двух уголков там еще используется два случая но они тоже довольно такие короткие по четыре хода всего лишь далее установка вот этих ребер вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь и крестовина это по большей части делается интуитивно вот вот это ребро вот этот блок и и вот эта часть одно ребро сориентирована другое наоборот поставлена специально по сути здесь никаких таких особых операций определенных не используется теперь разворот 8 ребер это вот эти ребра здесь всего четыре случая когда у нас неправильно сориентированы от двух до восьми 8 попадается довольно редко поэтому в частном порядке обычно не решается что касается остальных но вот допустим сейчас у меня случай шестью тут есть интересное решение всего за пять поворотов правильные выставляются вот здесь вот неправильные стоят вот здесь вот раз два три четыре пять теперь они все правильно сориентированы что касается двух они тоже решаются за пять допустим один может стоять вот здесь вот одна из трех а другой стоит вот здесь вот раз два три четыре пять и все и и самый быстрый случай это когда у нас четыре раз два три три хода они выставлены вот так вот либо из они так выставлены мы подгоняем и решаем за три теперь развороте уголков первые два штуки выставляются тоже без каких-то особых операций а вот с остальными тут по большей части используется три случая допустим такой два уголка у нас смотрят сюда вот решается это дело за пять поворотов тоже раз два три четыре пять все решено еще есть похожий случай только здесь уголок стоит не здесь а вот здесь вот тоже пять поворотов еще часто попадается случай когда у нас три уголка в этом случае они выставляются вот так вот но это решается считай за три четыре хода раз два три четыре все они правильно сориентированы что насчет установки вот этих ребер вверх и вниз тут всего один базовый случай когда два стоят здесь и две вакансии стоят здесь то есть симметрично делается за четыре поворота раз два три четыре все готово что касается перемещение угловых ну тут как бы каких-то определенных операций не используется достаточно собрать одну какую-то пару сделать еще какое-то движение то есть r2 типа и этот выходит на 90 у нас остальные тоже объединяются в пары а там уже недалеко до правильного октета решение вот этих ребер оно очень похоже на то что было до этого с красной стороной с красно-оранжевой то же вы выставляется симметрично и решается таким образом за за четыре хода как правило ну и допустим можем может быть такая ситуация когда 8 можно в частном порядке решить это 6 поворотов остальные сводятся к 4 он допустим и собственно стадии g4 тут все как бы относительно просто допустим может использоваться такое когда два стоят вот так вот делается сдвиг потом поворот опять сдвиг пять поворотов раз два три четыре пять столбы решаются интуитивно допустим такой может использоваться когда два столба не так повернуты разворачиваются за шесть ходов либо такое вот типа м2 у 2 м2 у 2 до либо такое когда делается сдвиг на 90 градусов и все становится на место ну иногда такой случай бывает по сути это то же самое что и шести ходов собственно вот на этом и все всего получается здесь используется около семнадцати таких коротеньких операций длиною от двух до шести поворотов и при этом метод может давать решение в пределах одной минуты ну по-моему это вполне нормально учитывая то что я не какой-то там скоростник меня такой вариант очень очень устраивает то есть что сейчас вот примерно вот так вот на этом пожалуй все описание вот этих случаев я выложу в комментариях или там в описании под этим видео на этом все пока